модель предоставлена магазином я моделист ссылка в описании друзья всем привет вас приветствует штаб бардака и срача канал схема сборки судя потому что тут находится вы уже могли догадаться что чё ты я тут делал я красил красил двигатель вернее его заднюю крышечку в metal gun я в основном маскировал детали вам сейчас ни хрена не видно но вот смотрите вот видите замаскирован обтекатель я все это буду красить сегодня но не сейчас на покраску надо настроиться подстроиться сегодня хочу заняться тем самым третьим этапом создания монокок а болин тут нам еще 4 5 будет только сейчас об этом подумал так ладненько значит двигатель не удивляйтесь он не вклеен просто насажен крышечка тоже но но так тут туго входит что папа вот так значит двигателем будет очень много работы знаю давайте поговорим о нем попозже сейчас перейдем к обтекателю и одни еще помните алюминиевый скотч вот сегодня я хочу уделить ему внимание значит те кто не знает рассказываю сразу здесь на днище в болидах формула-1 идут специальные листы они термоотталкивающие двигатель очень сильно греется соответственно конструкторы формула-1 пытаются избежать перегрева деталей в том числе и днище поэтому клеят эти отталкивающие листы туда ну там иной раз наносится краска иной раз какое-то вещество но мы в моделизме применяем различные технологии кто-то видел я обычно самоклейку сюда клею самоклеющуюся бумагу not в этот раз хочу поэкспериментировать со скотчем дело это нелегкое сразу скажу потому что он сильно подвержен морщинам различным и выровнять их очень тяжело но как бы кто не рискует тот не пьет лечится постоянно я вот сейчас просто пробую снять небольшой кусочек здесь есть в принципе грани по которой все это должно заходить ну вот чуть я хочу я чет я хватит его хватит я вот такой прям кусок сейчас буду отрывать для тех кто не в курсе и я купил этот скотч за 200 рублей огромный моток в строительном магазине он представляет из себя реально клеящуюся фольгу так вот как быть дальше я наверное сделаю его от вот вот этих труб и дальше уже занялся зараза надеюсь вам хоть что-то будет видно так вот здесь у нас мой двигатель крепится мы это подрезаем аккуратненько вроде пока что-то получается но самый сложный момент впереди сделать вот этот изгиб изгиб точно по обтекателю над чем-то более чем-то более чем-то более чем давайте пробовать зубочистка не знаю получится нет как-то я так лихо начал сейчас и просто если не получится то не беда я возьму свою бумагу самоклейку и сделаю ей принципе разницы вы не заметите сожалению сразу рвет тогда буду делать вот так тому же здесь буквально вот так отрезается сразу в мыслях у меня витает одна идея какого хрена я пытаюсь извращаться и просто не наклеил сюда самоклеящуюся бумагу ну хочу попробовать очередной эксперимент здесь же еще этот болтик дурацкий сразу сниму снял блин так есть и теперь но тут все таки надо подрезать соскочила немногие в теле магданада использовал эту фразу после очередной аварии соскочила горит многие в теле вообще кто такой мальданада так вот как не вот туда прям загнать а вот так наверное ну вот как то так я еще под сниму здесь чтоб ровненько было хотя зачем тут же будет клеится обтекатель фаншуй должен быть соблюден на всех деталях ну как бы и готова что скажете по мне так вроде бы ничего пузырьки воздуха кое-где остались ну по крайней мере вот эта штуковина выглядит немного более реалистично чем самоклеящаяся бумага и самое главное что у этой штуки нет подложки бумажный то есть она ложится в детали и все и прям красота давайте проверим как все это будет смотреться ну чё вам там видно мне не очень слушайте прям прям то что надо мне нравится тем более что моя задумка по этому скотчу идет немножко дальше чем вот эти экраны я буду клеить их везде где могу на обтекатель самое главное вот на эту деталь здесь у нас будет тяну не будем спешить вот вы меня торопите вечно куда торопить сейчас все сделаем подождите она на прямо сейчас и сделаем по штук есть кусочки значит смотрите во первых весь зад был сделан с отражателем во вторых у этой модели и следующие модели отражателями были сделаны вот здесь проклеены там я уверен что точно таким же скотчем ободки ободки ободочки то есть мы ничего не будем сейчас выдумывать мы просто попытаемся повторить то что сделали инженеры ferrari давайте я просто сейчас прикину мне прям интересно что получится я даже не знаю какую ширину взять действовать надо очень аккуратно надеюсь вы поняли да что одно лишнее движение и скотч этот заминается если он занялся то выровнять его уже не получится все равно морщина останется я сейчас попробую так хочу я буду пробовать я задачу честно говоря он-то не гнется как я должен это сделать а все порвалось так ладно я сейчас просто потренируюсь хорошо бы не очень понимаю как и что тут так наносится и вот так загибается получается все в трещинах видимо кусочками надо будет делать но смотреться это будет круто правда первый блин вышел явно комом фак на одной модели я видел так сделано чувак заморочился и там явно кусками то есть там раз кусок два кусок три кусок как-то вот так он это сделал я наверно попробую также но перед этим пойду компотика попью так судя по обилию обрезков мне лишь не сложно догадаться что пришлось мне не сладко сегодня вообще как-то все не сладко ладится значит смотрите вот так должно быть мне удалось кое-что сделать вторую сторону сейчас будем делать вместе для этого я сниму то что тут было наляпано кусками делать не стоит я это понял что остается некрасивые края сейчас уберем днище приклеивая вторую как-то хреново приклеил ну-ка кстати с днищем это еще не все тут надо по убирать все лишнее чтобы не мешало ничего клею когда придет его очереда вернемся к боковым понтонам смотрите что я придумал кстати да забыл сказать и помните я ножом так резал по фольге наш прорезает общем там еще два-три слоя испорчены теперь все фу вот этой хватит да вот смотрите что я делаю вот так вот наношу как бы изгиб да и по нему потом вырезаю вот такую дугу иначе никак у нас дружбы не получается так дуга и соответственно на загиб еще надо оставить немножко как-то вот так я хочу попробовать вот эта сторона у меня именно таким способом получилось по другому счет не как она лучше задумать и видно будет плохенько но смысл понятен да то есть я просто и наношу как-то непропорционально факт честно говоря думал что эта процедура будет более менее легкой все уже правовой так начинаем растить новую кучу ладно по этому же шаблону отрезаем или она уже будет испорчена да она уже будет испорчена поэтому делаем еще одну штуку попытка номер два честно говоря я вообще не уверен что смогу повторить то что сделал на правой стороне такой тревожный ответственный момент ладно все снял уже клеем еще с большим запасом блин сейчас пошло совсем не так надо немножко надо нагонять ее сюда дали на не знаю получится что-нибудь или нет теоретически должно не вижу смысла гнаться за прям идеальной симметрии вот так вот загибаются это дело много таких неаккуратных нести все-таки то ли скилла еще у меня недостаточно для таких вещей то ли просто сам по себе бездарь но вообще вся модель получается такая сказать да хотя и че придираюсь фотографии посмотришь блин идеальные модели и там нахожу косяки про слишком требователен к себе видимо получается хорошо так издалека вот вы даже смотрите да ну скажите же красота правда это еще не все не вся красота теперь чтобы выровнять нижний край нужно взять небольшую полоску с ровным краешком хватает что блин темнеет с опять на на будет темно в этом сложность съемок именно модельных блогов либо нужен постоянный свет и комната без окон без двери либо я не знаю что делать то что съемки действительно занимают большое количество времени сегодня целый день просидел с этой темой двигатель там подкрашивал понемножку красил обтекатель и сейчас вам буду жаловаться долго и нудно получается великолепно но у меня там есть один косяк который может быть фатальным так вот видите у нас получился абсолютно ровный край здесь так за гуглинками ребят я еще раз повторю что выводить здесь какую-то красоту фэн-шуй смысла нет потому что все это клеилось вручную таким же настоящим алюминиевым скотчем не думаю что нужно ломать себе мозг и сильно заморачиваться на эту тему также с помощью линеечки отрезаем нижнюю часть это же ее пришпиндуриваем даже почти ровно получилось представляете как я и хотел почти ровно вот такая тема как можете заметить наш кокпит внутрянка нашего болида обретает совсем другие черты нежели изначально это было бы случай если бы мы просто покрасили в черную эту деталь и все ну это уже такие усложнения в принципе хотя ничего сложного главное знать что делать как мы даже если это ваша первая модель и вы только начинаете свой путь в моделизме пробуйте вот на ней тренируетесь что сложно приклеить фольгу там купить за 200 рублей тот алюминий самоклеящийся и что-то на нем приклеить открою вам дичайший секрет профессионалам даже моделировать легче потому что все вот эти карбоны алюминий и так далее фототравление они скрывают косяки покраски вот и все ладно сейчас немножко поменяю свет настроен нам нужно приклеить заднюю стеночку как это сделать я не представляю и потом буду жаловаться гребаный трындец господа простите мне мой французский но я тут сидел полчаса распинался как клеить вот эту хрень потом увидел что забыл одеть микрофон распинался еще полчаса потом понял что забыл включить запись на камере ну короче смысл прост я наклеил большой лист и взял ножом аккуратно обрезал все лишнее ну весьма условно аккуратно скажем так в некоторых местах мне не нравится ну это можно все доработать подровнять при желании в общем теперь у нас отражающий экран между бензобаком и двигателем есть есть кто не в курсе вот здесь вот у формула-1 находится бензобак и по сей день так ну что не знаю сюда осталось вклеить еще вот эту штуку дугу безопасности так называемого которая не очень-то и спасла жуля блинки ну да ладно а безопасности формуле-1 сейчас много пересудов и по сути дальше дальше будет четвертый этап приклеивание обтекателей приклеивания радиаторов но затем пятый и шестой этапы чет прям у нас кокпитом этот раз сам кокпит по сложности будет как вся модель все вот такая вот фига то у нас получается давайте примере им чтоб уж насладиться тем что сделали сегодня слегка подкрашенный двигатель местами но еще я даже не начал с ним работать честно говоря вот такая штукенция получается вы знаете смотрится вживую очень хорошо вот я добился именно того эффекта ну блин правда вот этот карбон все портит швы тут некрасивые я добился того эффекта как я люблю как в музее заходишь и блин глаз разбегается начинаешь смотреть на одно на другое на 3 на 4 ох 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 и потом в результате отходишь видишь всю картину и восторгаешься тем что ты видишь камера конечно этого не передаст постараюсь это передать в фотографиях позже уже на готовой модели я тут потихонечку под фотографирую и этот процесс так что в группе схемы сборки будут появляться посты у сборки этой модели заходите смотрите комментируйте ну а теперь небольшая ложка дегтя посмотрите какой классный красный цвет этот итальян ред от ганзы радует но друзья я допустил одну очень мощнявую ошибку короче помните он говорил можно шпаклевать по грунту можно шпаклевать по грунту но не забывайте никогда этот эту шпаклевку потом снова грунтовать я как-то подзабил на этот момент оставил тут серое пятно ну думаю красный цвет тем более итальян ред перекроет все оказалось что он довольно таки прозрачники и хорошо что я учел этот момент все таки сделал белую подложку а не серую а то бы совсем темный болит у нас получился но вот это серое пятнышко его прям видно она проглядывает сквозь краску конечно можно было сказать что я сделал это специально чтобы показать вам как она ну просто протупил признаюсь всегда в этом честно признаюсь вот смотрите не знаю видно вам на камере или нет но на солнышке хорошую погоду видно прям замечательно что собираюсь с этим делать я собираюсь это исправлять исправлять тупо нанесением еще дополнительных слоев сейчас дам высохнуть чтобы она уже корочка взялось и потом нанесу еще парочку слоев посмотрю может быть это годня и уйдет в остальном вам рекомендую доводить перед покраской вот такими цветами которые не кроют они кроют все цвета кроме черного доводить все таки деталь до идеального состояния к покраске чтобы вот прям она была если белый грунта идеально белая потом уже красить так что вот так ребят но в целом я еще расскажу что мне безумно безумнейше нравится тот цвет которого удалось добиться от краски мистер колор а именно italian red думаю что модель у нас получится достойная хорошая не знаю пока все пучком давайте на этом серию завершать тут куча мусора надо прибраться а потом продолжим подписывайтесь на канал схемы сборки ставьте лайки чтобы я меньше косяковал ну и моделируйте моделируйте друзья так чтобы если в вашу мастерскую залетел комар то ему было бы тупо негде нос подточить давайте пока до встречи